Так, всем привет! Мы продолжаем играть игру по названиям «Зайчик. Другая история. Мод». К нам вроде как пришел Ромыч после того, как нас похитил маньяк. Только не это. Что за дело хоть? Бяша давно на связь не выходит. А, вспомнил, да. Будем мамку его просить, чтобы из дома выпустила. Ну, раз такой случай, может не отказывать Роме? Роме. Бяша как-никак друг наш. Хорошо, дай куртку надену. Только быстро давай, а то мне от мамы влетит. Да-да, он близко живет. Кстати, кто не помнит, Бяша пропал именно в оригинальной игре. Мы вышли на улицу. И почему она сама делает? Я ничего не нажимал. Рома немного переживал, но держался уверенно. Видимо, спорить со взрослыми ему не привыкать. А, мы идем именно... Ну, а вот и Бяшкин дом. Кстати, прикольный. И он огромный. В отличие от других. И все? Я должен подойти? Все происходит? Что я должен найти? А, у меня будто бы игра не работает. В этой части поселка я еще не бывал. Видимо, жители не особо хотят чистить снег. Растут такие сугробы. Рома постучал в дверь. По сто раз долбить, что ли, нужно? Видимо, с ними что-то случилось, наверное. Рома постучал еще раз. И еще раз. Может, зайдем так, если дверь открыта? А, то есть, здесь огромные сугробы, будто бы здесь уже давно никого нету. Дверь сама по себе, видимо, открыта, потому что... Ну, Анто так говорит. Ты прав, Антоха. Бяшкина мама добрая, когда гости есть. Правда, после их ухода ему ток-так влетает. Давай, заходим. Их нет, уже заходим. А никого не волновалось, что так долго нету Бяшки и его матери? Ага. Рома открыл дверь и пошел первый. Я последовал за ним. В принципе, как всегда. Войти. Что? Это конец? А я только начал. Какой конец? Там буквально прошло 3 минуты от игры. А может вышло какое-то продолжение, я не знаю. Надо посмотреть. Так, я посмотрел, вроде как в ВК в официальной группе по моду обновлений нету. Вроде как да. Да, и скорее всего это конец и понятно, что мод будет доделываться. Так что, а что мне делать? В принципе, видео на 3 минуты вряд ли вообще нужно. Хотя я же сохранялся на важных моментах. На тех, где можно выбирать. Да, кстати. Это шестая глава и последняя седьмая. Да. Да, ВК было написано, что последняя глава это седьмая. Давайте пойдем к другим выборам, где я пошел с ними, но я откажусь. Ну че ты там, Тоха? Думай быстрее, а то мы копыта на морозе откинем, пока это в облаках летает. Я, конечно, не трус, но прогуливать школу не намерен. Не хочется лишний раз расстраивать маму. Да и вряд ли эти приключения безобидные. Извините, ребята, но я вынужден отказаться. Не хочется прогуливать школу, вы уж простите. И че это значит? Это... домой я пошел, да. Так дела не делаются, Тофак. Все. Мне хвостов много. Закрывать нужно. Минус дружба. Я пытался найти хоть какое-то оправдание, но по лицам Ромы и Бяши понял, что они явно недовольны моим ответом. Глядя на них, я все больше и больше начинал ощущать себя в том же самом положении, в котором оказался пару дней назад. Рома вдохнул полной грудью и сжал кулаки. О нет. Бяшка прав. Так дела пацаны не делают. Ой-ой-ой. Неа, не делают. Все, не друзья. Ребята подошли ближе. Предательская дрожь разлилась по моему телу, будто бы меня окатили ледяной водой. Главное не смотреть в глаза. Главное не смотреть в глаза. Усёпно. Почему? Зря ты так решил. Мы же все это ради общего блага, Антоха. Мы же это... Мы же... Бригады, ёпць. Как команда Вольтрона прямо. Как команда. Или ты, Антошка, не согласен с нами? Хорошо подумай на. Короче, они на меня давят. Бяша оскалил беззубую улыбку, прищурив и без того узкие глаза. Рома же ехидно ухмыльнулся, сверля взглядом переносицу очков. Ветер свистел, нагнедая обстановку, будто сам хотел услышать мои крики боли. Насладиться ими. Согласен, ну просто... Ну, раз согласен, то нахера время тянуть? Быра собрался бы, да и посолна. Извините, но мне правда в школу надо. Я и так опоздал. Слыхал, Ромыч? Слыхал, слыхал. Отпустим тосоте, как думаешь? Отпустим. Но за свой базар гнилой. Ему придется выучить урок. Да. Подсознание вопило, кричало, рыдало, умоляло меня убежать от них. Но ведь не смогу. Догонят, побьют. Они, возможно, прикалываются. Ну все, Петр Антонов. Подставляй, срочельник. Я закрыл глаза и прикрыл лицо руками в надежде смягчить удар. Страх усиливался, заставляя сердце биться быстрее. Ожидая удара, я понял, что в словах Бяши что-то не так. Петр Антонов? Тьфу ты, бля, опять все испортил. Догадавшись, что это, наверное, глупый розыгрыш, я с опаской подошел поближе. Че не так-то? Я тебе пидор какой-нибудь, чтобы передо мной срочельник подставлять. Нет, просто я имел ввиду... Бля, молчи лучше. Я догадывался, да. Наблюдая за выходками ребят, я понял, что это точно было шоу. И как обычно, в шоу жертва насмешек я. Что происходит вообще? Если бы не этот балбес, все бы получилось. Ладно, Тоха, забей. Разыграть тебя хотели. Как видишь, неудачно. Еще как удачно. Я уже был готов принять удар, если бы не прозвучало... Эх. Я уже был готов принять удар, если бы не прозвучали бяшкины слова. Скажу честно, у вас получилось. С облегчением, выдохнув, я расслабил грудную клетку. Ну, видишь, Ром, это ничё я не испортил. Зря ты, братан, отказался. Но дело твое. Все. Топай в школу, если так важно. Только не пожалей об этом потом. Увидимся, на. Короче, а если сюжет пойдет так, что я приду к... Кате? И она не пропадет. Рома и Бяша ушли, снова оставив меня одного. Их ребячество серьезно напугало меня. Интересно, в какое дело они меня хотели впутать? Нет уж, я и так им благодарен за помощь с Семеном, но на поводу у них ходить не хочу. Обдумав произошедшее, я понял, что уже сильно опаздываю в школу. Надо торопиться. Да, если же мы пойдем в школу, то тогда Полина не будет на нас сердиться. Скорее всего, да. Но потом у нас отношение с Катькой испортится, возможно. Кстати, Полину мы потом вообще не видели. А вот и школа. В очередной раз, приходя сюда, я испытываю одни и те же чувства. Уныние и безысходность. Радует только отсутствие Семена и уверенность в том, что я не получил очередной случайный подзатыльник или плевок в тетрадку. Эту машину постоянно паркуют у школы. Возможно, она принадлежит кому-то из учителей. Опять заячья губа. Это подозрительный мужчина, который разошивается возле школы. Интересно, что он здесь забыл? Кстати, мы его потом вообще не видели. О, Жулька, ты тоже учиться пришла? Да. Так, больше ничего вроде как нету. Зайдя в школу, я снял верхнюю одежду и повесил ее на крючок. Переодевшись и поднявшись наверх, я вдруг в отражении окна увидел свой устальный и изумленный вид. Как же все-таки сложно сосредоточиться на учебе, когда с одной стороны тебя донимают хулиганы, а с другой дети в масках животных. А вот и нужный мне кабинет. В груди волнение сплелось со страхом, плотные паутины опутав легкие, мешая сделать нормальный живой вздох. А может пойти домой? Почему? Мы уже пришли. Или мы опоздали так же? Ладно, хорошо, я готов. Мы, видимо, все же опоздали, да? Здравствуйте, можно... Где шлялся, Петров? Не дав что-либо сказать, Лилия Павловна тут же задала резкий вопрос. Извините за опоздание, я проспал. В следующий раз разговорами не отделаешься. Быстро садись и доставай учебники. Севзопарту я вытащил из рюкзака учебника литературы. Глаза то и дело норовили посмотреть на Полину. Могу ли я подойти к ней после урока? Надеюсь, у меня хватит смелости. Начнем урок. Петров, раз опоздал, будешь отвечать на вопросы. Мысли о прекрасном резко обрубила классная руководительница. Ее слова словно клещни выхватили меня и поставили перед всем классом. Да, хорошо. Я прочитаю тебе эпиграф, а ты назовешь произведение, которому он принадлежит. Случается нередко нам и труд, и мудрость видеть там, где стоит только догадаться, за дело просто взяться. Что это? Либо программа этой школы слишком отсталая, либо я умен не по годам. Это басня. Называется Ларчик. Первый раз слышу. Ну, я не настолько умен, как он. Назови автора басни и в каком году она была написана. А, в 67-м. Это ведь любой знает. Басню написал Крылов в 1807 году. Ладно, чуть-чуть не попал. Лилия Павловна удивленно посмотрела на меня и сделала какие-то пометки в журнале, после чего снова обратилась. Пятерку ты заработал, Петров. Спасибо. Но за опоздание ставлю четыре. Не спасибо. Что? Это же несправедливо. Честная пятерка. Есть возражения, Петров? Ладно, с ней спорить бесполезно. Так и до тройки опущусь. Нет, Лилия Павловна. Обиженно ответив, я сел и прислонил руку к лицу. Из головы никак не выходили предложения от Ромы. Много ли я упустил, отказав? Ромка ведь говорил о том, что это ради общего блага. Хоть и трудно в это поверить. Может быть, если бы я показал себя храбрецом, Полина бы стала лучше ко мне относиться. Девочкам же нравятся плохие парни. Но точно не Полине. Она другая, не такая, как остальные девочки. Она родственная душа. Я уже знаю, что смогу обсудить с ней почти любую тему. Интересно, чем она увлекается, помимо игры на скрипке. Приберегу-ка этот вопрос для разговора с ней. Хорошо, Авдеева. Но пока ставлю точку в журнал. Авдеева. Если принесешь домашнюю работу вечером, выставлю пятерку. Лилия Павловна оглядела класс и что-то снова отметила в журнале. Да, так само. Сегодня ответы более-менее. Хоть четвертные будет за что выставлять. Сейчас вроде как пойдет о робках с бяшей. Да? Нет? Зазвенел звонок. Видимо, они без меня не справились. Готовьтесь к следующему предмету. Урок окончен. Лилия Павловна открыла другую страницу журнала и начала что-то писать. Повезло, что я пришел под конец урока. Дома я не успел даже прикусить перед уходом. Пойду попью воды, что ли, чтобы живот не так сильно урчал. Уже находясь в коридоре, я услышал быстрые шаги, доносящиеся из класса. Антон, постой! Встаю. Это Полина. Я был невероятно рад увидеть ее. Правда, первой ко мне подошла она. Снова. Привет. А я не помешала тебе? А-а. А Полина вообще может помешать. Нет, все хорошо. Я ничем не занят сейчас. Просто ты выходил из класса такой задумчивый и серьезный. Ну, я и подумала, что ты размышляешь о чем-то важном. Да нет, нет. Все нормально. Я тут узнать хотела. Это правда, что на тебя напали в лесу? Кто? Вопрос оказался крайне неожиданным. Я думала, что об этом никто не знает. Нет. А-а. Напал, напал этот, как ее звали? Свиня эта. А-а-а, как тебя звали? Ну, короче, он. Что я не прочитал. Не желая особо вдаваться в подробности, я отвел глаза в сторону и отмахнулся. Да, но ничего такого. Вот, видишь, даже синяков нет. Ох, Антош. Надо было тебе идти со мной. А-а. Ты бы меня защитила. В эту секунду мне вдруг стало как-то неловко за то, что в тот школьный день я бросил Полину одну. Полин, ты извини, что я тогда ушел, ничего не сказав. Я просто вспомнил, что мама попросила быстрее вернуться домой. Отравдание. Полина попросила волосы и внимательно смирила меня взглядом. Знаешь, Антон, мне так нравится, когда ты погружаешься в свои мысли. Ты будто ходячая книга, не пойми, неправильно. Ходячая книга? Это как? По твоему взгляду видно, что ты даже в обычной парте сможешь найти что-то особенное. Вот дай тебе чистый белый листок. Я просто уверена, что ты сможешь по этому листочку написать огромное интересное сочинение. Будто ты пересказываешь кому-то свои мысли, переживания, чувства. Будто кто-то читает тебя, как книгу. Мурашки пробежали по телу. Как я могу пересказать кому-то свои мысли, не произнося при этом ни слова? А вот о чем ты сейчас думаешь? О тебе. Ну... Честно отвечать мне очень хотелось. Надо что-то придумать. Я вчера ужастик смотрел, там спутница главного героя умерла. Жалко ее было. Пожалуйста, только не спрашивай названия. Только не спрашивай названия. Ты смотришь фильмы ужасов? Я съезд, да, было. По взгляде Полины появилось явное удивление. Ну да, посматриваю иногда. А что? Ура! Я нашла человека, которому тоже нравятся такие фильмы. Я чуть не поперкнулся. Полина любит ужастики. Многие боятся их смотреть. Но меня, если честно, они успокаивают. Каким образом? Полину успокаивают страдания людей? А по тебе и не скажешь. У каждого человека есть свои секретики. Не ожидав такого от Полины, я сам не заметил, как сделал небольшой шаг назад. Ты мой секрет знаешь. Моё удивление медленно переросло в тревогу. Я снял очки. Дело вид, что протираю их и думаю, чтобы ответить. Некогда моя непоколебимая уверенность в приятности нашего общения сменилась непонятным чувством опасности. Почему? В Полине не было ничего угрожающего. Но вот её слова дали повод вспомнить ночной кошмар. Всё ещё, не надевая очки, я взглянул на Полину. Это лицо. Не стесняйся. Об этом никто не узнает. А какие секреты у меня? О, выбор. Ещё один при том. Ай, куда ты ушёл? Это мы сохраним. И сколько идёт? 18 минут. Маловато как-то. Я думаю, чтобы не ответить, будет просто реакция какая-то чуть разная. А потом мы всё равно придём к одной теме. Так что я думаю рассказать более сокровенное. У меня есть одна подруга. Лисичка. Полина внимательно посмотрела на меня. Она хорошая, но местами странная. Так. Её зовут Алиса. Точнее, так её я назвал. И почему же она странная? Ну, она одевается в костюм рыжей лисы. Я даже лица её не видел. А не подумает ли она, что я сумасшедший? Полина насторожилась. Опа-на, всё. Как отстранить от себя человека? Антон, это очень, очень плохой знак. Почему? Дедушка рассказывал мне о том, что к людям приходили дети в костюмах животных. После чего те пропадали. До сих пор неизвестно, что дети делают с ними. Но одно ясно. Их поглощает лес. Ты хочешь сказать, что пропавшие дети вместо того, чтобы идти домой, нарядились в костюмы? И пошли пугать прохожих? Наверное. Я старался хорохориться на животное чувство, называемое страх, всё сильнее начинало одолевать мной. Да, это может звучать глупо, но совет их тебе избегать этих... животных. Но Алиса никогда не причиняла мне зла. Она и не должна этого делать. Её цель завлечь, привести тебя в лес. А как раз это со мной и случилось. Ты о чём? Я расскажу тебе, но пообещай, что это останется между нами. Конечно, ты можешь мне доверять. Никто не узнает. Я ушёл тогда от тебя не потому, что меня мама попросила. Это была Алиса. Мы встретились, как она выразилась, у повешенного. Так, и что дальше? Мы начали играть. Было весело. Мы бегали и кидались друг в друга снежками, насчитывая попадания. Потом, незаметно для меня, мы свернули в лес. Алиса пряталась за деревьями, а я её искал. Но в один момент я нашёл не Алису. Хулиганы. Алиса словно ушла, подло сбежала. Они окружили меня и начали избивать. И прямо во время драки я услышал голос леса. Его холодный шёпот пронизывал, заставлял сопротивляться издевательствам Бабурина. Лес сказал мне, как его звали одноклассники из прошлой школы. Свинья. Полина с грустным выражением лица принялась слушать дальше. Ярость и злость овладели мной. Я морально надавил на Сёму, а потом со всей силой ударил его по лицу. А что остальные хулиганы? Уже с интересом спросила Полина. Не поверишь, они впряглись за меня. Но не всё было так хорошо. Бабурин успел вскочить и сорвать мои очки. Однако Ромка с бяшкой осадили его. И избили. Лежачего. Рома. Это в его стиле. Ты с ним знакома? Да, этот идиот клеится ко мне, как банный лист. Рома клеится к Полине? А ты что? Не хочу я дружить с хулиганами. Запах табака вообще не переношу. В словах Полины прозвучало явное отвращение. Она недовольно мотнула головой, но затем снова продолжила говорить своим привычным голосом. Ладно, Антош. Скоро урок начнётся. Пора заходить в класс. Да. На следующей переменке да расскажешь, хорошо? Окей. Да, конечно. Короче, на этом я закончу. Я не знаю, мне соединить две концовки. Ну как две концовки. Одну концовку, где мы пошли всё-таки с ребятами к гаражу, к авантюре и вот эту вот серию. Я не знаю. В принципе, можно соединить и уже продолжить с этого момента. Скорее всего, да. Да, на этом я закончил. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok